И Сына, и Святаго Духа. Сегодня в апостольском послании мы слышали с вами призыв апостола, когда явится Христос, и вы явитесь с Ним посланием. Этот призыв, прежде всего, адресован к нам с вами. Призыв этот заключается в том, что Господь просит нас открытываться на Его зов, чтобы мы с вами уразумили спасительное дело и подвиг Господа нашего Иисуса Христа ради нас. Общение человека с Богом Отцом и с Сыном Иисусом Христом выражает, по сути, весь предмет Завета Божия с человечеством. Когда человек приходит в Церковь, он мгновенно не становится святым, не совершается этого магического превращения раз и святой. Человек приходит в Церковь, и постепенно совершается великое таинство в Церкви. Человек постепенно становится и преображается. Человек исцеляется от болезни греха. Вот про это нам сегодня и обращается апостол Павел и говорит нам с вами через Откровение Господа. Он говорит, что когда явится Христос, тогда и вы явитесь во славе с Ним. То есть явимся преображенными и исцеленными от болезни греха. И дальше продолжает апостол Павел. Когда явится Христос, жизнь ваша. О какой жизни идет речь? Какое Откровение делает нам Господь, если мы не так живы? Про что хочет сказать апостол Павел? И ответ следующий. Жизнь наша в общении с Господом Богом, нашим Вседержителем. И общение наше, прежде всего, заключается в том, что Господь каждому человеку делает возможным приобрести новую жизнь. Он дает нам возможность с вами, прежде всего, прийти к Нему. Он же встретит нас. Мы помним с вами прищу о блудном сыне. Но и помимо этого, наши сердца, он вселяет любовь, вселяет добродетель. Чтобы мы с вами имели возможность быть готовыми к этой новой жизни и воспринять. Ведь как получается? Сегодня мы в церкви, проходит полтора часа, и мы выходим с вами из храма. И вроде бы мы в этот момент сейчас пустили Господа нашего, Иисуса Христа, во все тайные свои уголки сердца. А как только вышли из храма, и прекращается. Тот же отвлеклись. Тот же кто-то постепенно кокетничает с Богом. В нужный момент откликается к Нему. Обычно, как правило, это происходит, когда у человека какие-то трудности возникают. А кто-то, наоборот, в какой-то момент закрывается от Него. И вот чтобы вот этого не было, к этому нас Господь и призывает. Преобразитесь, исцелитесь от греха. И чтобы видеть вот это преображение, вот этот яркий пример в истории у нас есть. Есть к чему стремиться. Наглядный пример в истории – это прообраз нашей Матери, Бога Матери, которая, мы знаем с вами, какими подвигами и какими своими житиями дала нам возможность сделать ориентир к новой жизни. Господи, приложи нас силы, чтобы мы имели возможность избавиться от греха, стать преображенным и иметь новую жизнь с Господом. Аминь. 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 Аминь.